Одесса, 9 мая 2023 года. Сегодняшняя ночь в Одессе была неспокойной, была очень тревожной. Но, слава богу, нас не бомбили. У нас была затяжная воздушная тревога, началась она в 3.34, отбой дали в 6.02. Делось практически 3 часа. Причина, я о ней сообщал еще в своих вчерашних вечерних видео, это взлет стратегических бомбардировщиков. В небе было порядком 9 бортов, это бомбардировщики Ту-95, бомбардировщики Ту-22. Были пуски ракет, значит, по Украине было выпущено 25 ракет. Это и калибры с Черного моря пускали, и бомбардировщики. То есть, та информация, которую я вам давал, вот о том, что в акватории Черного моря находятся 4 ракеты-носителя, и в небе бомбардировщики, вот они осуществили комбинированный удар по территории нашей страны. Были пуски из моря, были пуски из воздуха, значит, большая часть ракет уничтожена. Практически все 23 ракеты сбили нашей системы ПВО. То есть, две ракеты только где-то попали, куда попали, пока неизвестно. Вот, таким образом, Российская Федерация поздравила Украину с Днем Победы. Сегодня День Победы, но у нас перемены, скажем так. Вот, президент принял указ, или издал указ, я не знаю, как правильно сказать, значит, о том, что День Победы теперь будет праздноваться 8 мая, вот, а 9 мая будет праздноваться День Европы. Мне казалось бы, наверное, правильнее было бы провести какое-то голосование. У нас есть вот это приложение ДИА, где можно голосовать, вот, спросить у людей, да, как правильнее. Но никто никого не спрашивал, президент принял только указ. Вот, теперь День Победы будем праздновать 8 мая. Я думаю, многие люди по привычке, да, как бы, я всю свою жизнь, сколько себя помню, сколько себя знаю, ну, всю жизнь мы праздновали, да, День Победы 9 мая. Этот праздник был Днем Победы, вот, всегда собирались там на площади, всегда был салют, всегда в школьные годы ходили, поздравили ветеранов. Годы идут, все меняется. Сейчас нам хотят Рождество сделать 25 декабря. Вот, сейчас День Победы 8 мая. Сегодня с вами прогуляемся по городу, посмотрим обстановку. Мне кажется, все равно многие люди будут праздновать его, как и праздновали 9 мая, выходите на природу на шашлыки. Ну, там неизвестно, со временем, время покажет, скажем так. Ладненько, всем желаю хорошего дня, мирного неба над головой. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока.